ГОРА Гора означает, что присутствуют оба свойства и получение отдачи, да? Разумеется, в каждом из нас есть и сила отдачи, и сила получения. О чём ты спрашиваешь? Ну, именно ГОРА, это называется ГОРА, когда присутствуют эти оба свойства. Да. ГОРОЙ называется ГОРА, от слова ИРУРИМ, сомнение, сопротивление, и очень сложно взобраться на ГОРУ. Но когда, тем не менее, взбираемся, поднимаемся, с трудом, через силу, но поднимаемся, и то это называется, что поднимаемся на ГОРУ СВЯТОСТИ. То есть, таким образом, мы раскрываем, что такое кодыш в святости, что значит быть отделённым от ради получения, то есть свойства отдачи. ГОРАУ СВЯТОСТИ. Продолжение следует...